Я человек, рожденный в СССР. Мало того, я человек, рожденный в уникальной структуре, места которого нет в природе. Здесь прекрасное лето, изумительная осень и холодная зима. И если вы что-то хотите посмотреть такое, но места такого нет в природе, благодаря моей матери. Она жила недалеко, в поселке Миндяк. Так там есть все от и до, и никто в мире не может видеть этих древнейших гор с лесом. Никто. Я чуть позже был там, где любители гор из Екатеринбурга просто не были. Это дорога из Белорецка в Уфу. Это вообще чудо из чудес. Нет обвалов и селевых потоков. Это самые старые горы с лучшим лесом в природе. Такого удовольствия нет нигде, потому что я видел большую часть мира. Здесь есть и скалы, здесь есть инзерское чудо с такой же рекой. И все это буквально рядом, максимум 200 километров от Магнитогорска. Растительность просто изумительная. Я всем и жителям СССР и жителям всего мира предлагаю в любое время прокатиться до моего города по трассе, чтобы понять, таких красот нет нигде. А можно еще от Магнитогорска через Крихту сигануть, это рядышком с Банным. И вот тогда, и вот тогда, и вот тогда вы полностью удивитесь. Там, конечно, дорог нету, но на джипах-то можно. И самое главное, что эти горы не напрягают ничем. Вообще ничем. Нет землетрясений, нет селий, нет обвалов, нет ничего. А есть чудо воздуха. Тошминдяк. Очень прекрасное место. Я вот первый раз в их лесу, так скажем. Очень много грибов. Мне, в принципе, нравится, особенно, когда ты находишь нечервивую. Вот это, например, нечервивую. Вот у нас грибочек. Сейчас мы проверим, червивый он или нет. Смотрите, он вообще белый. Это что, в порядке, Рыжик. Нормально? Да. Все. Круто. Хайденький-мазенький. Медипидерный. Червивый. Бывает. Очень плохо. У нас и так ведро полное, так что мы наедимся. Да, вот так. Конечно, это все интересно, да. Мне все-таки больше нравится, когда я со своим сыном занимаюсь тем, чем мне нужно. Почему мы сюда пришли? Да просто приехали в Мендяк. Конечно, надо сказать, что Мендяк стал совсем другим, как он был раньше. То есть раньше можно было здесь спокойненько отдыхать, а сегодня сейчас везде срач. Либо вы какие-то дебилы, либо что. Но так же не нужно сделать. Хотя, по сути событий, ну просто берите и все будет нормально. Это сложно? Нет? Сейчас я немножко покажу, если немножко продемонстрирую. Пойдем, пойдем. Тут очень грибочки есть. Вы думаете, что это сложно? Я не знаю, какие это будут грибочки. Понятия не имею. Ну вот, грибочки на дистанции. А, пацан, а чистенький, а когда сивенький, а сейчас мы его с собой возьмем, ну в принципе, поссорим, наверное, все-таки небольшую баночку. Для того, чтобы зимой можно было вкусивее. Громат. Да, на маленькую баночку уже хватит. А еще, еще, пока Алексей доснимал кушо, кушо, вот оно, вот оно, вот оно, сколько? Обратите внимание, он ушел ровно, ровно на 10 минут, а я ровно, ровно. О, как я люблю под березами, а мы под березами находимся. Ну дай, ну, я хочу. Ну давай еще немножко. Вот так, вот так. Лешенька, Лешенька, не тряси, пожалуйста, камерой. Смейся, но смейся надо таким макаром, чтобы камера не тряслась. Они всегда смеются, вы знаете, в свое время мы делали это дело, ну товарищ такой был, мы крафт-челябинский были. Вот, Михаил Задор, нет, не Задор, ну один из тех товарищей, еврей, ну вы понимаете, да? Так он всех нас высосал, мы сделали материал, были высосаны. Но даже когда я снимал камеры, камера не тряслась. Красиво это было. Я потихонечку сейчас Лешу объясняю, как это дело можно делать красиво и ровно. Но кроме всего прочего, обратите внимание, вроде бы и мы не будем говорить о том, что о, японад и батонов, тут еще грибы были. Не, а вот это будет, нет, не будет. Ну в общем-то, в общем-то, конечно, грибы не в том большом количестве, но удовольствие-то есть, потому что нам это нравится. Может вам понравится и вам. Так что приезжайте в наши замечательные леса. Может быть рядышком с городом, а может быть и чуть-чуть подальше. Но в любом другом случае, когда вы приезжаете, вы должны понимать, что трата ваших средств на бензин, она все равно сторится и оправдывается тем качеством жизни, которое вы сейчас получаете. Вот, красотища. Обалденища. Даже слюни текут.